Водяная арка для самолета из Перми Туристы, конечно, не все. Часть пассажиров приехали к родственникам. Но и для них поездка была приятной. Время в пути всего два с половиной часа. Это удобно для пассажиров, для перелетов по стране, как говорится, не через Москву. Это экономично и сохраняет много времени полезного для людей. Приятная цена. Барнаул-Перим стал еще одним субсидированным рейсом. Это значит, регионы договариваются о прямом авиасообщении, то есть софинансировании полета. В данном случае уральский город был крайне заинтересован в рейсе на Алтай. Затем авиакомпания защищает расписание и получает субсидии с федерального бюджета. За счет этого цена билета становится фиксированной. Здесь средняя стоимость составила 2800 рублей в одну сторону. По словам депутата Госдумы Даниила Бессарабова, Алтайский край востребован у многих территорий. Это территории Урала, это Екатеринбург, это чуть подальше Казань, это Сибирь, Омск, Новосибирск, Красноярск. Другие территории, где желающие посетить Алтайский край, могут воспользоваться субсидированными авиабилетами. На это выделено 92 миллиона рублей. Более 900 рейсов запланированы в Алтайский край. Количество пассажиров составило 64, на вылет 60. Рейс для нас новый, данного рейса в нашей истории никогда не было. За такой промежуток времени достаточно хорошие показатели по продажам, тем более больше половины воздушного судна заполнено. Достаточно большая загрузка для данного направления, тем более для первого рейса. Не прошло и часа, как на трап поднимаются уже алтайские жители. Лечу в Пермь. Это обалденный город. Вот я с Алтая, хочу посмотреть, что в Перми. Что планируете посетить? Может быть, конкретное место есть? Конкретного нету. Ну, есть в гугле. Посмотрю все, что возможно. Кстати, с августа, по информации регионального Минтранса, должны запустить прямое направление в Омск. В целом же за год субсидированными рейсами пользуются 65-70 тысяч жителей Алтайского края. Что касается города Пермь, то пока известно, что это направление будет сезонным. Ориентировано оно все-таки на туризм. Полеты будут происходить дважды в неделю, во вторник и в воскресенье. Анастасия Драган в Одним Быстревский день с толком.